Это кардио-белотенажер с обратной связью, биологической обратной связью. Кардио-степлер, тоже кардиологические больные, пускай видные, проходят тестирование на этом оборудовании. Оборудование премиум-класса, специалисты клинического центра восстановительной медицины и реабилитации работают по современным мировым стандартам. Подход к каждому пациенту комплексный, это и дает эффект, иногда даже больше, чем можно ожидать. Он приехал в коляске, и мы его выписали на собственных ногах, даже без палочки. Кто сюда может попасть? Кроме наших, Одинцовских, Московских, других регионов. И с других регионов, но с направлениями. Пройти реабилитацию в этом подразделении Одинцовско-областной больницы могут пациенты с различными заболеваниями. Развернуты 8 коек, 40 для пульмонологических больных и еще столько же для тех, у кого соматические заболевания. Прием пациентов в отделении медицинской реабилитации осуществляется последующим нозоологием. Это постковидный синдром с различными его проявлениями, реабилитация после острых заболеваний легких, тяжелых пневмоний, плевритов, а также после операции на органах грудной клетки. Все заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе и после раннего восстановительного периода. Развитие системы медицинской реабилитации в числе региональных приоритетов до конца года для медучреждений Подмосковья закупит более 260 единиц нового оборудования. Одинцовский клинический центр как лучший в регионе станет якорной организацией медицинской реабилитации в Московской области. Дополнительно здесь будут развернуты еще 130 коек. И таким образом, общее количество коечного фонда в ЦКЦВ мире, занимающие этим направлением, достигнет 300 коек круглосуточных стационаров. Сейчас в Подмосковье на базе государственных медицинских организаций развернуто 425 коек для реабилитации пациентов. Помощь в условиях круглосуточного и дневного стационара уже получили свыше 6500 человек. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.